День за днём Вуэльта перебралась с юга Испании на север. Пейзажи стали посимпатичнее, зелени гораздо больше, а на смену бескрайним оливковым полям пришли и другие сельскохозяйственные культуры. Отдохнув одни сутки в Сарагой, сегончики приехали в монастырь Санта-Мария. Когда-то здесь усилиями монахов создавались многотомные философские трактаты, ведь именно на их плечах покоилась средневековая наука. Именно здесь стартовал очередной десятый по счёту этап. Причём это была разделка, так что велосипедисты на время прохождения 37 километров словно оказывались в монашеских кельях. Хааким Родригес, капитан российской «Катюши», день отдыха проводил на шестой строчке общего зачёта с отставанием в полминуты от лидера Найра Кентаны. Руководство команды таким положением дел было довольно. Явно выяснилось, в принципе, десятка конкурентов, где-то уже просматривается даже пятёрка. Ну и отчасти уже люди, специалисты уже говорят о том, кто будет на подиуме. Я думаю, что Хааким Родригес, он плотно сидит в этом списке. Причём в списке таких претендентов на подиум. Все знают, что Пурита в разделках не слишком силён. Понятно, что отыграть у других фаворитов заветные секунды было очень сложно. Мы задавались вопросом, какой итог дня будет для него приемлемым. Подошёл к сегодняшней разделке с 30 секундами от лидера. Это, в принципе, та зона, то, что можно держать, чтобы не вызывать огонь на себя, не вызывать огонь на команду. Но в то же время надо понимать, что 30 секунд в конце гонки, это может оказаться теми 30 секундами, которые будет тяжело побить. Самым сильным разделщиком в составе «Катюши» представлялся Сергей Чернецкий. Дебютант гран-тура в июле был вторым на чемпионате России. Перед вторничной гонкой Сергей немножко скромничал. Ну, скорее всего, я поеду. Я трассу не смотрел. Как правило, я не готовился к этой разделке. Поеду, постараюсь, как зависимо от самочувствия. Но думаю, сам поеду не максимально. Как в качестве так следить за посадкой. Ну, на технику больше. Свою дистанцию Чернецкий прошёл на все 100. Здорово отработал Игинский горе третьей категории, которая оказалась не из простых. Сразу подумал, что это хорошо для Пурита. Ближе к финишу Сергей догнал и перегнал опытного немца Кристиана Книса из Гай. Несмотря на то, что разделщиком уровня Мартина и Канчелара россиянин проиграл около 4 минут, его прокат запомнился. Как думаешь, Пурита подходит такая дистанция? Надеюсь, что да. Надеюсь, что он хороший результат покажет. Потому что такая трасса скоростно-силовая. Я думаю, за счёт горы должен хорошо, надеюсь, проедет. Главный фаворит Тони Мартин ехал в середине растянувшегося пилотона. Как и на Tour de France, шансов соперникам он не оставил. Ну, а примерно через полтора часа началось самое интересное с точки зрения борьбы в общем зачёте. На финише в Борхе первым из фаворитов появился именно Хаким Родригес. К сожалению, на первых километрах дистанции ему пришлось менять велосипед. Но даже при этом на гору третьей категории он заехал с четвёртым временем. На финише Родригес проиграл победителю этапа Тони Мартину минуту и 49 секунд, что можно считать вполне приемлемым результатом. Например, Родригес в общем зачёте сумел обойти бывшего теперь лидера общего зачёта Найро Кентано из Колумбии. Ну, а забрал себе красную майку лидера Альберто Кантадоро из Тинькофф Сакса. Он показал на этапе четвёртый результат, но при этом сумел выиграть у основных конкурентов около минуты. Сергей Дерябкин, Александр Колотов, НТВ Плюс, из Борхи.